Слово Божие И прежде я хочу, чтобы мы с вами помолились за нужды, за наши нужды, за ваши, за мои, за наших ближних, близких, за наших родственников. И сначала я хочу прочитать вам из послания к евреям, из 11 главы, первый стих. Вы его все хорошо знаете. Я сейчас прочитаю не из синодального перевода, а прочитаю современного. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. Первую часть еще заострю внимание ваше. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Вы знаете, на что мы с вами надеемся? Задумываемся на пару секунд. Или я бы сказала, на кого мы с вами надеемся? Мы с вами надеемся на Христа. Потому что вся наша жизнь, она связана с Ним. И хорошее, и плохое. В любых обстоятельствах мы с вами надеемся на Христа. Завязаны с Ним. Вся наша вера, все, что у нас есть. И будем уповать на это. И тогда, конечно же, то, чего мы сейчас не видим в нашей жизни, я сейчас не говорю только о материальных вещах, о которых мы хотим получить или к чему мы стремимся, чтобы наша жизнь стала комфортнее. Нет, не только о них. Они тоже нам нужны. Но часто нам нужно хорошее настроение, нам нужна радость. Немаловажно в нашей жизни иметь радость, иметь любовь. Иметь мир в каких-то непростых ситуациях. И тогда это то, что мы сейчас не видим в себе. Но надеясь на Христа, мы должны с вами понимать, что оно у нас есть. И оно есть от Него. Давайте сейчас в своих мыслях, в своих сердцах возьмем все нужды, которые сейчас есть у нас, и будем молиться. Дорогой наш Господь, мы открываем наши сердца пред Тобой, и мы сейчас все вместе в молитве соглашаемся просить у Тебя, Господь, чтобы наша надежда на Тебя, она не была тщетной. Мы уповаем, Господь, на Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что каждый день, каждый новый день Ты творишь для нас. И Ты рядом с нами каждый наш шаг. Ты благословляешь и заботишься о нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что есть у нас, за то, что мы не голодны, за то, что мы, Господь, не находимся в совсем стесненных обстоятельствах. И даже если так происходит, Ты всегда даруешь нам выход из них. Мы благодарим Тебя. И мы просим, Господь, за тех, кто сейчас болеет, за тех, кто терпит какую-либо нужду, финансовую, материальную, или, возможно, духовную, душевную, мы просим за них и просим, Господь, Тебя, чтобы Ты благословил, наполнил. Ты открыл источник своей жизни, открыл источник своей любви, что мы уверены в том, на то, что мы надеемся именно на Тебя, и Ты, Господь, близок нам. Благодарим и прославляем Твое Святое Имя. Аминь. Аминь. Господь очень сильно любит нас, и мы очень сильно любим Его. Аминь. Так здорово быть вместе с вами, здорово разбирать Священное Писание. И сейчас давайте с вами вначале, мне очень хотелось сначала прочитать одно место Писания. Это послание Павла к филиппийской церкви. Вторая глава с первого по пятый стих. Вы знаете эти строки, о чем говорит Павел филиппийцам. И я хочу сейчас прочитать в современном переводе. Мне показалось достаточно, как бы так, что ли, понятнее. Это место Писания звучит в современном переводе. Послушайте, пожалуйста. Если жизнь со Христом вам опора, если любовь Его вам отрада, если есть у вас общение в Духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте, и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. И немножко внимания на втором стихе. Павел говорит, «Сделайте радость мою еще полнее, будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте, и мыслите». Здесь он говорит о неком единстве. Вот все эти слова, он говорит, да, если вы имеете радость в Боге, если вы имеете мир в нем, если любовь для вас отрада, если вы имеете общение с Господом, то сделайте меня, пожалуйста, радостным. Имейте также единство друг с другом. Он перечисляет, какое любить друг друга, одинаково чувствовать и мыслить о единомыслии. Мы прочитали с вами это место, и сейчас немножко так оторвемся, отойдем в сторону от него. Мне хотелось бы привести такой пример. Я думаю, что вы поймете, для чего сейчас я это говорю. Вы знаете, мы вот в этой жизни, мы с вами не просто живем, но мы что-то делаем. Вернее, так скажем, вся наша жизнь, она состоит из различных дел, занятий. Ведь даже отдыхать – это определенное занятие. Работать – это наш труд. Кушать – тоже нужно потрудиться, правда, что-то сделать, приготовить, поесть, сесть, покушать, помыть посуду. То есть вся наша жизнь, она состоит из неких дел, из некого труда. Мы так с вами вот живем, никак иначе. И вот все наши дела, они имеют какую-то цель, правда ведь? Наш труд имеет обязанности. Мы несем обязанности, в семье мы несем обязанности супруга, или родителя, или детей. На работе мы несем какие-то свои профессиональные обязанности. Что мы делаем, какой мы труд выполняем. То есть все завязано на происходящем, на цели, на обязанностях. И еще есть в этой жизни суть происходящих вещей. И сейчас, может быть, непонятно, но мы на этом заострим свое внимание. Так вот для меня суть того, что происходит, и цели, и обязанности происходящего – это неравенство, это не одинаково, о чем я сейчас говорю. Вот представим с вами, что я, мои обязанности, да, и является я дворник. Почистить снег. Зима, снега много выпало. И вот у меня такая цель, значит, мне нужно у всех подъездов убрать снег. Я это делаю. Там 100 метров, или там сколько, 50 метров, я чищу тротуар от снега. Это моя цель, это мои обязанности. Посмотрим иначе. Я домохозяйка, или я мама, или я жена, и у меня есть дом, у меня есть квартира, и я хочу что сделать? Помыть полы. Ну, возможно, там 40 квадратных метров, 20 квадратных метров, 100 квадратных метров. Я мою пол. Вот какие у меня обязанности. Хочу его помыть, правда? Красиво, чисто, чтобы было. Это моя цель, это мои обязанности. Следующее. Представим, что я бухгалтер. Бухгалтер. Легко представить мне сейчас. И вот у меня какая цель, у меня какие обязанности. Мне нужно посчитать расходы и доходы предприятия. На пяти страницах, например, у меня. Я это считаю, я это делаю. Вот у меня такая цель. Посчитать. Или же я, например, бизнесмен. Я бизнесмен, у меня есть предприятие, и у меня есть цель. Допустим, цель такая – увеличить прибыль за год на 15%. Вот мы сейчас с вами так расшифровали наши цели, наши обязанности. Можно много говорить. Но все-таки какая суть вот этих всех перечисленных целей? Вернемся к дворнику. Какая же суть вот этого явления происходящего? В чем? В том, чтобы было легче и удобнее проходить по тротуару. Правда? То есть дворник он почистил от снега. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые будут идти, им было удобно пройти. Мама помыла пол в квартире. Суть этого какая? Мы иногда с вами путаем. Иногда там помоешь пол. Ну, сама себя знаю. Были такие случаи. Помоешь пол, и себя останавливаешь на том, что раздражаешься. Ты только что помыл пол, и вот все начинают идти по нему. Или же, как вот если дети маленькие в доме, они начинают сразу же бежать, нести печенье, там какие-то, не знаю, еду, располагаться на полу, все это жевать, там все разбрасывать. И ты так вроде, я же помыл пол, вы что? Нет, должно быть чисто красиво. Но да, цель была, чтобы было чисто красиво, но суть какая? Суть для того, чтобы всем было хорошо, чтобы не было пыли, чтобы хорошо было дышать. То есть мы это делаем не для того, чтобы было чисто, а для того, чтобы всем было удобно и хорошо. Мы это делаем для наших близких. Хорошо, я бухгалтер, я посчитала расходы и доходы, это моя цель. Суть какова? Суть, например, чтобы работники предприятия получили зарплату. А если увеличить прибыль на 15% за год? Для чего? Для того, чтобы можно было приобрести больше товара, больше качественного товара и продать покупателям его. Суть, она немножко иная, чем те цели, которые мы с вами выполняем. В чём здесь, как бы для меня такое было откровение? В том, что вся наша жизнь, все наши труд, все наши дела имеют одну и ту же суть. Всё, что бы мы ни делали в наших сферах, во всех сферах нашей жизни, это взаимодействие друг с другом, это взаимоотношения. Вот это вот суть. Суть именно этого процесса взаимодействия друг с другом. Апостол Павел это объясняет связями. Если вы помните из местописания Евангелия, послание Ефесянам, 4 глава, 16 стих. И здесь он говорит, что мы, прочитая вам 15 стих, «Но истинной любовью все возвращали в Того, который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». В современном прочитаю. «Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях. Христос глава всему телу, которое соединяется всякими взаимно скрепляющими связями. И когда каждая отдельная часть действует как должна, то все тело растет и крепнет благодаря любви». И вот мы видим, здесь апостол говорит к церкви, как церковь может меняться, расти, возрастать, возрастать в любви, возрастать в численности, в глубине, в познании Бога, только через вот эти взаимодействия друг с другом. Правда? Как мы читали к филиппийцам, вот в таком сочетании единства, понимания, единства мысли, единства любви, единства души. И какие же есть, ну, чем мы можем действовать для того, чтобы вот у нас были такие взаимоотношения. Это ведь так просто, да, взаимоотношения друг с другом. Что нам помогает? Помогает это нам самое, что не на есть простое. Это то, что мы говорим, это наши слова и это наши дела, наши поступки. Как мы взаимодействуем? Мы разговариваем и мы что-то делаем, мы совершаем поступки. И вот здесь вот как раз и происходит такой излом. Когда мы читаем, да, там такие великие слова апостола Павла о любви, единомыслии, но вот здесь, когда доходит до дела, до слов, до поступков, вот здесь происходит что-то невероятное. Это очень сложно. Сложно, это легко сказать, но очень сложно делать. Как это может происходить? Как нам научиться выстраивать отношения друг с другом? Давайте остановимся на церкви сейчас. Именно здесь, в наших служениях, в наших взаимоотношениях. Как мы можем это делать? И вот мне хочется нарисовать несколько картинок. И первая такая картинка я буду рисовать просто. У меня будет две девочки. Ну, я девочка, у меня будут две девочки. Одна девочка будет называться не я, а другая девочка будет называться я. Вот такие две красавицы. вот я. И вот я и не я мы будем взаимодействовать. И вот здесь происходит некий конфликт между я и не я. А какой же? Когда мы с вами ставим в своём общении, в своём взаимодействии ставим себя главнее всего. Когда я сам для себя становлюсь во главе угла главным, да, и я самый главный. что я хочу. То есть я много чего хочу. Я хочу любви, я хочу понимания, я хочу там много-много-много всего. Можно очень много нарисовать таких кружочков. И когда я пытаюсь с кем-то взаимодействовать со своей стороны или ко мне какие-то, то очень сложно пробиться через эти того, что у меня есть, того, чего я хочу, того, что мне нужно, я считаю, что это должно быть со мной, я к этому стремлюсь. Когда вот это есть, это сделать тяжело. И вот здесь хочу прочитать из послания Колоссянам опять апостол Павел. Апостол Павел в этих посланиях очень часто обращает на это внимание, потому что он установил эти церкви и он чувствует себя ответственным, как вот церковь развивается, как она растет. И он в этих своих посланиях очень часто пытается урегулировать взаимоотношения христиан внутри церкви. И прочитаю Колоссянам 3 глава. 17 стих прочитаю в начале. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И здесь до этого в 3 главе Павел он обращает внимание именно на то, что мы говорим, как мы себя ведем. Он говорит, умертвите земные члены ваши, отложите гнев, отложите ярость, злобу. Он это не обращается к людям в этом мире, он обращается к таким же, как мы с вами. Можно считать, это он к нам обращается, да, конкретно ко мне, к Юле, он говорит, отложи злоречие, отложи сквернословие, не говори лжи, облекись в нового человека, говорит, да, облекись, как избранные Божие, святые, возлюбленные в милосердие, в благость, смиренно мудрие, кротость, долготерпение, снисходи друг ко другу, прощай взаимно, если кто на кого иметь жалобу, прощай, как Христос простил вас, так и вы простите. Предлагает облекаться в любовь, которая есть совокупность совершенства, говорит о владычестве в сердцах наших мира Божьего, которому мы и призваны. И вот он урегулирует, да, вот такими великими словами, он просит, чтобы вот это было взаимодействие, чтобы вот уходило вот это все, что оно нам мешает, что нужно для этого делать. И 17 стихом он подводит такой итог. Все, что делаете, все, что делаете, словом или не делом, или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Вы знаете, мы иногда имя Господа Иисуса Христа вспоминаем в молитве, да, ну как, я не хочу сейчас это говорить как-то в укор, в этом ничего плохого нет, ну как волшебное слово упоминаем, говорим во имя Иисуса, как призывая, да, но иногда не вдумываясь в то, что мы говорим. Давайте задумаемся, что значит во имя Его. Мы с вами позиционируем себя христианами, мы говорим, я христианка, Юля, я христианка. Тем самым мы говорим, что мы последователи Христа, правда? Христос, христианин, тот, кто последует за Христом. Фактически, мы представители Его здесь на земле. И когда мы, пользуясь Его именем, мы говорим или делаем, мы должны понимать, что видя наши поступки или слыша наши слова, остальные делают вывод о том, кого мы представляем. Хотелось бы нам говорить нечто недоброе, злое или ужасное, говорить или делать, понимая, что люди будут думать, что Господь такой же, что Христос, Он точно такой же. Нет. Дальше даже здесь говорит Павел, что благодаря через Него Бога и Отца, то есть когда мы говорим и делаем Его имя, представляя Его, тогда то, что мы делаем, это производит благодарение. Есть даже другое место Писания, да, которое говорит, что производит благодарение в сердцах слушающих людей и в наших сердцах, и тех людей, которые взаимодействуют вместе с нами. Будем стремиться, да, и представлять Его. И Господь, Он именно своей жизнью, своим примером учит нас жить и строить отношения по-другому. Не так, как, может быть, говорит нам наш опыт или как мы привыкли, Он предлагает посмотреть на Него и построить это по-другому. Как же мы можем это сделать? Сейчас я сотру вот здесь. Как же мы можем это сделать? Вы знаете, тут ничего такого сильно, я не знаю, глубокого нет, но это вот на самом деле то, к чему мы должны с вами стремиться. И как же мы можем друг с другом взаимодействовать? Когда мы не понимаем, да, когда нам сложно, то мы, конечно же, должны обращаться к Нему. В Евангелии Иоанна, 15 главе, 4-5 стихе сам Христос говорит, «Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Без Него мы не можем делать ничего. Он предлагает нам обратиться к Нему. И вот я, вот здесь у нас Господь, и вот я обращаюсь к Нему. И что происходит? Когда я обращаюсь к Нему, то тогда Он направляет меня к ближнему моему. К тому, с кем я хочу построить отношения, с кем я хочу взаимодействовать, с кем я хочу общаться. Он говорит, сам Господь говорит, «Возлюби Меня и возлюби ближнего своего». Я люблю его, и я люблю своего ближнего. Он посылает меня любить своего ближнего. Я строю взаимоотношения с Господом, отдаю Ему свои мечты, свои цели, направляясь к Нему. И Он, как зеркало, зеркалит и направляет. Все, что я к Нему отправляю, Он направляет к другому человеку, к нашим ближним. Вы знаете, интересно, что когда вот мы возрастаем, и когда мы вот так вот учимся взаимодействовать друг с другом, происходит следующий этап нашего взаимодействия. Мне кажется, это более глубокое понимание, потому что вот сейчас, смотрите, когда мы вот это все происходит, то мы с вами делаем такой шаг. Мы уже поступаем по-другому. Хотела сказать, но, наверное, давайте с вами прочитаем местописание сейчас. Прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 33 по 40 стих. Это очень интересная притча, которую рассказал сам Христос, и мы ее прочитаем. И здесь Господь поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И вы знаете, вот здесь происходит такое чудо. Получается, я уже когда сразу же, напрямую обращаюсь к своему ближнему, или к своему брату, сестре, к любому человеку, то я вижу в нем Господа. И получается такой треугольник, да? Когда обращаюсь к Господу, мы обращаемся к своим ближним, или когда мы взаимодействуем, да, какие-то у нас взаимоотношения с нашими ближними людьми, близкими людьми, то тогда мы видим в них Господа. Когда мы делаем им, тогда мы делаем для Господа. Такой треугольник, и он замыкается. Это очень похоже на зеркало, да? Вот представьте, вы смотрите в зеркало. Что вы видите там? Вы видите свои черты, вы видите свои глаза, свой нос, свои там брови, все, что есть у вас. Или же, например, такое вот приведу. Вы смотрите на своего ребенка, дочь или сына. Что вы видите в нем? Вы видите собственные черты. Вы видите, возможно, там, разрез глаз, вы видите цвет волос, вы видите образ, видите походку, видите речь, слышите речь. То есть вы видите самого себя в своем сыне и своей дочери. Также и здесь, когда мы смотрим на другого человека, то мы видим в нем Господа. Когда мы смотрим на Господа, то мы видим не только себя в Господе, да? Когда мы обращаемся, мы видим не только себя, но и другого человека тоже. я так вот много говорю про ближнего до использую такое слово знаете многие спрашивают кто есть ближний и как-то господь он мне показал кто для меня ближний вы знаете для меня ближний это тот то ряд на данный момент рядом со мной находится если я дома для меня кто ближний это мой муж мои дети мои родители если я нахожусь на работе это тот кто рядом со мной вместе работает это мои ближние если я еду в трамвай или в метро кто рядом тот мой ближний то есть тот кто рядом со мной он всегда может в чем-то нуждаться или он может также он может рассчитывать на мою помощь и на мой взгляд на него как взгляд господа данную секунду где бы кто ближе к нам данную минуту тот человек может быть ближним это все движется и меняется прочитаем с вами еще из евангелия от иоанна 17 главы вы знаете это такие замечательные главы рекомендую вам почитать главы где сам господь он перед перед тем как его распяли он молится он уходит и молится молится за всех людей он молится за своих учеников за тех кого оставляет за тех как в которых держит за тех которые держат ответ да те кто для него дорогие которых он защищал берег и вот он их должен оставить и он молится что просит господь и прочитаем 17 глава 21 стих да будут все едино как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино 26 стих и я открыл им имя твое и открою да любовь которую ты возлюбил меня в них будет и я в них знаете раньше для меня вот когда я об этом так может быть не размышляла глубоко эти строки были такие запутанные знаете как в песне там я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она что посмотреть не оглянулся не ли я и когда вот читаешь вот первый раз или там ну и не сильно задумываешься нужно как так едино как то чего мне я в тебе так они да они да будут в нас едино вот так перепутывается но если мы с вами задумаемся да о том что мы в господи видим людей и в люди в другом человеке видим самого христа и когда мы понимаем что именно сам господь он и есть то что нас объединяет тогда получается такой щелчок нас происходит когда мы в нем когда мы говорим что другие люди тоже его творение они тоже его дети тогда именно в нем происходит вот это объединением вот это вот единство наших душ сердец и тогда мы можем уже рассчитывать да на любовь наших сердцах ведь без любви нет невозможно взаимодействовать друг с другом согласитесь любовь это тоже как бы такое понятие довольно таки широкое безграничное и мы все в нем нуждаемся и это то что и нас может объединять бог говорит что он есть любовь он есть любовь и это все дает нам такое большое большое единение и это может касаться всех сфер нашей жизни лично моей жизни или твоей жизни мы сейчас говорили про церковь мы читали апостола павла обращенные к церкви но ведь мы с вами в церкви не так часто бываем правда мы все очень большую часть жизни проводим дома на работе взаимодействуем с другими людьми не только с братьями и сестрами как же эти сферы жизни я хочу сказать вам точно так же точно так же вы можете принимать эти строки апостола павла принимая свою семью принимаю взаимоотношения там сослуживцами или с другими людьми вы скажете это сложно да я соглашусь с вами но если мы научимся смотреть глазами христа на ситуацию или на людей тогда у нас это будет получаться лучше и мы полюбим это делать вы знаете вот если мы с вами сейчас посмотрели бы послание петра первое послание петра давайте вспомним 3 глава и в первом стихе там начинает говорить петр тоже начинает так ну затрагивать взаимоотношения в семье между мужем и женой и он говорит что жены повинуйте своим мужьям и если как бы ваши мужья они не приобретаемы для слова для слова божьего то вы своим житьем можете их приобрести для господа дальше он говорит как это все должно взаимодействовать обращается к мужьям и говорит вы мужья до любите своих жен обращайтесь как с ней мощнейшим сосудом и а дальше мне нравятся следующие строки следующие стихи это 8 9 стих он говорит наконец будьте все единомысленны будьте сострадательны братолюбивы милосердны дружелюбны смиренно мудры вы знаете вот здесь он дальше продолжая также как павел обращаясь к церквям уже регулируя отношения и в семье приведу такой пример про своего мужа конечно в семье не бывает так что ну нет конфликтов конфликты они всегда или какие-то разногласия особенно когда это касается каких-то ну ключевых моментов когда один думает так другой иначе я даже вам открою секрет без конфликтов вообще невозможно и в этом и в них ничего нет плохого просто их нужно мудро решать конструктивно принимать решение уметь договариваться сотрудничать со своим супругом и один раз наблюдая вот как мы решаем какую-то проблему я смотрела в глаза в лицо своего мужа и вы знаете бог так мне открыл в этот момент именно его лицо но преобразилась и она стала похожим на христа конечно это он же он не христос и он не похож на христа но в этот момент я поняла что смотря на него я вижу христа я вижу господа что это его творение это ближний мне человек этот человек но по сути как бы он муж мне да но полагаясь на христа я вижу что это человек он брат мне он как брат как в церкви как христианин и видя это я испытала другую любовь любовь бога каждому из нас и тогда я поняла да вот это взаимодействие и единство и в семье через господа независимости верующий ваш муж или жена или неверующий конечно ситуации бывают разные но я думаю что каждый из нас мы можем это видеть и здесь даже можно пойти дальше когда мы можем в людях в других людях просто незнакомых людях видеть господа видеть его любовь видеть его милосердие доброту каждому человеку бог говорит что он дает нам благодать что такое благодать благодать это доброта это добро ко всем людям в нагорной проповеди он говорит нам что мы соль земли что мы даем придаем значимость этой земле кто мы те которые во имя его своими поступками словами они производят благодарение для других людях поэтому когда мы здесь находимся в этом мире мы собой можем представлять христа и видеть других людях тоже христа являть его милость и в этом есть и есть соль земли то что держит это все этот весь мир от разрушений от полного ожесточения там каких-то изменений которые совсем но не конструктивно они разрушительны и это все в наших силах и это не просто как бы наш тяжкий труд или бремя которое нас наложено нет это как бы если мы это будем охарактеризовывать это будет такие слова любовь радость милосердие я не знаю мир покой такие которые дают счастье и удовольствие нам давайте мы все вместе в господи будем искать единство да вот как мы читали можем еще раз вернуться прочитать с вами эти слова потому что мы здесь мы строим наши взаимоотношения в церкви божий да мы хотим чтобы дело божье но развивалась она преодолевала какие-то границы или проблемы прочитаю вам из филиппийцам 2 главы если жизнь со христом вам опора если любовь его вам отрада если есть у вас общение в духе если есть милосердие сострадание сделайте радость мою еще полнее будьте всегда во всем согласны равно любите друг друга всей душой одинаково и чувствуйте и мыслите давайте будем конечно нам этого не хватает мы все в этом растем и развиваемся но если мы стремимся все вместе то тогда у нас это получится давайте помолимся попросим господа чтобы в наших желаниях наших мечтах самое главное была его воля его благословение дорогой наш господь мы просим тебя чтобы мы всегда и во всем искали твоего лица искали твоей воли просим чтобы твое слово которое изливается в наши сердца но производила свою работу не так как бы мы этого хотели господь в связи с нашими потребностями или желаниями но чтобы господь это правда было производила такую работу чтобы мы приносили плод в царство божие мы молимся за церковь мы просим господь чтобы мы всеми связями всеми друг с другом взаимодействовали и развивались все глубже и шире господь во имя иисуса христа делай нас наполненными любовью друг к другу чтобы мы были единомысленны единодушны мы также молимся за то чтобы единство было наших семьях между близкими родными между супругами между родителями и детьми чтобы мы не просто воспитывали или пытались изменить друг друга но мы тоже все возвращали к тебя в тебя господь к тебе с любовью дорогой господь если нам не хватает этой любви мы снова приходили к тебе и просили у тебя во имя иисуса христа и также мы хотим нести свет этому миру мы хотим быть на самом деле как ты сказал солью земли чтобы менять положение на этой земле чтобы мы могли господь наслаждаться в этом месте где мы родились где мы растем и мы просим тебя дорогой господь научи нас этому тоже благослови и наполни нас во имя иисуса христа благодарим тебя и прославляем тебя спасибо тебе дорогой господь аминь аминь и сейчас мы давайте с вами совершим в качестве нашего служения как благодарение как поблагодарить его как выразить свою любовь к нему конечно бог не нуждается в наших финансах ну просто в деньгах и ему не нужно пойти магазин и купить что-то он не нуждается в этом но наши сердца когда мы приносим наши финансы как жертву благодарения наши сердца они меняются они становятся мягче и становятся благодарными давайте мы поблагодарим его дорогого нашего господа вы можете сейчас посмотреть ролик и я попрощаюсь с вами мир с миром божьим дорогие друзья мы благодарны каждому кто поддерживает нас финансово если вы недавно присоединились к нашему служению то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами которые вы видите на экране вы можете перейти на наш сайт new life в раздел поддержать нас также при помощи qr-кода в этом же разделе в сервисе сбербанк онлайн в разделе услуг набрать церковь новая жизнь города екатеринбурга ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви остались вопросы мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02 когда вы жертвуете вы участвуете в деле распространения евангелия а